Дорогие дамы и господа, в настоящее время не проходит и дня, когда бы на российского президента Путина не возлагали бы главную ответственность за кризис в Украине. Основные СМИ говорят, что он является тем человеком, который мог бы остановить дальнейшее пролитие крови. Он должен отвести свои войска и больше не вмешиваться в дела Восточной Украины. Все чаще речь уже идет об российском агрессоре. Поэтому мы сегодня рассмотрим внимательнее этого агрессора. Например, как он обходится в данное время с растущими потоками беженцев из Восточной Украины. Так как непрерывно бомбардируются различные города, все больше людей пытаются из Восточной Украины бежать в Россию. Чаще всего это женщины и дети. Например, в то время, как пригороды Славянска обстреливаются танками и тяжелыми орудиями украинской армии, примерно половина жителей Славянска бежали. Перед центром по приему мигрантов в России стоят очереди людей из Украины. Все без усложнений получают статус беженца и разрешение на трудоустройство. Украинцы, у которых нет родственников в России, обеспечиваются совершенно бесплатно в санаториях и реабилитационных центрах. В приграничных районах многие россияне принимают беженцев у себя дома, пока они не смогут переехать в другое место. Из всей России приходит помощь в виде продуктов питания и одежды, прежде всего детской. Российский Красный Крест собрал уже более 2 миллионов евро пожертвований. Из России поступают продукты питания даже в Славянск. Люди там простаивают часами в очереди, чтобы получить пару консервов и немного хлеба. Тем не менее, украинская армия блокирует дороги и препятствует гражданскому населению покинуть места боевых действий. В российских СМИ сообщалось, как только люди приближаются к украинским контрольным пунктам, по ним открывается огонь. Без предупреждения. Дамы и господа, так ли выглядит подход российского агрессора в отношении беженцев из Украины? Не выдает ли нынешнее нелегальное правительство путчисток себя как агрессор против собственного народа? Невзирая на это, американское правительство утверждает о том, что имеет в распоряжении доказательства против российского агрессора, о том, что он посылает свои войска и оружие в Восточную Украину, чтобы дестабилизировать страну и присоединить ее к России? Чтобы и этим утверждениям дать голос против, просмотрите в конце этой передачи актуальное интервью с президентом Владимиром Путиным от 4 июня 2014 года. Сделайте сами свои выводы, послушайте ваше сердце и создайте свое собственное мнение о так называемом российском агрессоре. Мы желаем вам доброго вечера.